Добрый день мои замечательные подписчики Наконец-то наш канал разблокирован А вот Николай Николаевич Платошкин Оставлен, снова оставлен под домашним арестом Даже без права на прогулки Я честно говоря Надеялся, что хотя бы прогулки ему разрешат В стратегическом плане Разрешение на прогулки это определенный проигрыш То есть смотрите Пока следствие, прокуратура, суд Силовики в целом вот так вот беспределят Издеваются над Платошкиным После того, как он попал в реанимацию По-другому оставление под домашним арестом Без права даже на прогулке По-другому это назвать никак нельзя Конечно, у Платошкина растет авторитет Потому что простого человека Не опасного для власти так долбить не будут Поэтому сейчас уже практически Я не встречаю, давно не встречал комментариев Что опять там Платошкин, Картошкин, проект Кремля Брат Медведева Весь вот этот бред, который Полтора года во всех СМИ и каналах Мы постоянно с вами встречали Постоянно мы это видели Сейчас таких вот сомневающихся Таких фантазеров все меньше и меньше Поэтому в каком-то смысле Даже хорошо, что его оставили Под домашним арестом Потому что это вызывает определенные симпатии С другой стороны С другой стороны Вы должны сразу спросить Подожди, ну как же здоровье Да, согласен, со здоровьем проблемы Но для Платошкина сейчас Единственный хороший вариант Если он сможет добиться полного оправдания По всем статьям Что он должен победить в суде И тогда он перейдет в контрнаступление Он сам будет подавать в суд На этих следователей На этих прокуроров Которые так безбожно с ним обращались Все это время Но это, на мой взгляд, как раз возможно Только если в стране начнутся Какие-то тектонические сдвиги Тектонические перемены Тот же самый социальный взрыв Если в стране начнется Массовое волнение Социальный взрыв То это, кстати, будет Мощным давлением на суд На всех силовиков И я уверен, что очень быстро Платошкин окажется на свободе При таком развитии событий При такой ситуации Если же Платошкину будут делать Какие-то очень комфортные условия Но все равно он получит условный срок То есть он, может быть, получит Получил бы Право на прогулки Или вообще подписку о невыезде То есть ты можешь делать, что хочешь Только из города никуда не уезжай Или, например, ограничат его выступления По интернету Ну и могли изменить Каким-то образом Его меру пресечения В плане послабления Но тогда у Платошкина Не было бы права По-прежнему участвовать в выборах Он бы не мог нормально работать У него бы, скорее всего Не было возможности Вести нормально свой канал И в стратегической перспективе Это обернулось бы проигрышем Потому что сейчас, когда его держат И фактически медленно пытаются убить Человека после реанимации Всем понятно, что да Платошкина надо вызволять А если бы его отпустили Под подписку о невыезде Скорее всего Все бы расслабились Сказали, ну и хрен с ним Ничего страшного Потерпит и так далее Что касается социального взрыва Теперь самая основная тема То, что мы обсуждаем Уже последний, наверное, год И это все ближе, ближе и ближе Еще, наверное, полгода назад Я думал об этом Ну, может быть, когда-нибудь Сегодня очередной мужчина Пришел К офису Яндекс.Такси И попытался поджечь себя За последний месяц Это третий человек Кто пытается в публичном месте Себя сжечь Первой была Ирина Славина Которая это сделала успешно После этого мужчина В Санкт-Петербурге Я искал информацию Подробности Зачем он вышел на площадь С плакатом на шее Господин президент Это с днем рождения вам Подарок Подарок вам к дню рождения Поджег себя Но он выжил Информации более детальной Об этом в СМИ я не нашел Сегодня произошел Третий случай Человек работал На такси У него нет возможности Куда-то еще устроиться Его из сервиса такси Выкинули Вышвырнули Он не знает, что делать Он пришел И тоже хотел себя поджечь Сколько таких будет случаев Никто не знает Причем Надо понимать, что Люди-то в нашей стране Очень разные Например, сегодня В Уфе Полиция разогнала Народный сход Люди пришли К зданию администрации Местной И требовали Внимания к их проблемам Проблемам, связанным С недвижимостью А уже много лет Тянется их вопрос Никак решить не могут Все только хуже становится Однако Появилась, конечно же Наша силовиковская структура Полиция Росгвардия Они всех Кого-то повязали Кого-то разогнали Вопрос решен А вот в Москве Прошел массовый пикет Не одиночный Нет, массовый Десятки человек Кавказской наружности Собрались у здания Французского посольства Потому что Рамзан Кадыров Очень Сейчас Сильно ругается С Эммануэлем Макроном Президентом Франции Говорит, что Макрон Нехорошо себя ведет По отношению К исламу К мусульманству Что это нужно Все пресечь Не допускать Подобных грубых выражений По отношению К пророку К вере Несколько десятков Человек Собрались На незаконную Несанкционированную Несогласованную акцию В центре Москвы Угадайте Кто их разгонял Правильно Никто Это очень ярко Показывает Ситуацию В современной России Если у нас сейчас Произойдет Социальный взрыв У нас еще И вполне вероятно Могут разбежаться Кто куда Сотрудники Всех Росгвардий Следственных комитетов Полиции Просто Они исчезнут Потому что Их никто Сейчас не любит А кто будет У нас Властью Вы что думаете Она вам Сама в руки Упадет Есть силы Куда Более сплоченно Организованы Это диаспоры Мафиозные Структуры Нельзя забывать Частные охранные Предприятия Олигархов Если олигарх В каком-то Конкретном Городе Или регионе Владеет заводом Ему нужно Чтобы там Было все хорошо Спокойно Чтобы производство Дальше Работало Но он обеспечит Благодаря своим Возможностям Он все это устроит А в остальной стране Пока вы Уважаемые друзья Не вступите В общественные организации В политические партии Не начнете Создавать Землячество Какие-то Профсоюзы Надеяться вам Конкретно вам Не на что Начинайте Проявляйте уже Активность Я еще раз повторяю Почему Кавказом можно А вам нельзя Выйдьте даже На пикет Потому что Вы неорганизованы Надо объединяться Для конкретных дел Поэтому пожалуйста Всех призываю Еще раз Из ролика в ролик Из видео в видео Я вам говорю Готовьтесь Социальному взрыву Главное Как надо готовиться Это социальный капитал Это те люди Которые Будут рядом Когда Им понадобится Помощь Поможете вы Когда вам понадобится Помощь Помогут они Чувство локтя Чувство плеча Чувство солидарности Друзья Пожалуйста Активизируйтесь Времени остается Реально все меньше В следующем ролике Я вам Буду рассказывать О том Что происходит у нас В правительстве Судя по тому Какие заявления Уже становятся Достоянием Гласности Общественности Они просто Не знают Где брать деньги С экономикой Все очень плохо Поэтому Вот эти прогнозы Что в любой момент Мы можем увидеть Доллар по 100 120 150 Даже по 200 Они вполне Реалистичны А это Соответственно В полтора В два раза Мы еще Обнищаем В горизонте Буквально Нескольких Месяцев Это не гарантированно Нас еще Может пронести Но Два рубля Он вырос Доллар Поэтому Друзья Призываю вас Просыпайтесь Активизируйтесь Прямо сейчас Зайдите в поисковик Если вы живете В Ижевске Вводите в поиск слова Ижевск Митинг Ижевск Пикет Ижевск Профсоюз И посмотрите Кто проводил у вас Последние пикеты Кто проводил Последние митинги Что делают Профсоюзы Если есть Нормальный Профсоюз Свяжитесь с ними Вступайте к ним Если есть Активная партия Которая все время Делает митинги Пикеты Хоть что-то делает Вы понимаете Что там есть Реальные живые люди Кто знает Как оформлять Какие-то документы Кто в случае чего Сможет вам помочь Идите к ним Вступайте к ним Я сейчас специально Не говорю никаких названий Это может быть Что угодно КПРФ Яблоко Справедливая Россия Ну Единая Россия ЛДПР Это вообще трындец В момент социального взрыва На них спустят Всех собак Потому что это Враги народа На мой взгляд Субъективный Это моя эмоциональная оценка Рано или поздно Это все будет оценено Историей И нашим обществом По достоинству Любое другое движение За новый социализм Партия пока Минюстом Не зарегистрирована Посмотрим Зарегистрируют или нет Левый фронт РРП Ротфронт Таких организаций Много Ищите Кто ищет Тот найдет Если что На связи Пишите мне Под этим видео Пишите мне Вконтакте Ставьте лайки Делайте репосты Распространяйте информацию Чем больше будет людей Тем быстрее Мы сможем организоваться В силу С которой будут считаться Почему-то митинг кавказцев В Москве Никто не разгоняет А почему мы так не можем Или все-таки можем Пока